Тревожные вести о распространении нового вируса вгоняют некоторых самарцев в панику. Люди решили, суровое время приходит и начали стремительно скупать крупы, консервы, сахар и мясо. Смотрите, все вообще смели. Курица, индейка, ничего нет. Я просто видела этот случай, когда сегодня затаривалась бабушка, ну, в связи с их возрастом. Ну, и вот у меня сестра тоже затаривается. Она достаточно молодая девушка, но она паникует. Ну, сейчас зашла в магазин, действительно, в ближайшей пятерке. Вроде гречки нет. Если от коронавируса умрешь, зачем запасы нужны? Нет, девушка, нет. Все будет хорошо. Резко опустили полки с мылом, дезинфицирующими средствами и туалетной бумагой. Самарцы активно пользовались мылом и туалетной бумагой еще до того, как это стало трендом. Но даже для тех, кто открыл эти удивительные вещи, только сейчас их точно хватит. На складах крупнейших торговых сетей товаров в изобилии. По заверению представителей магазинов, никаких перебоев с поставками не предвидится. Предпосылок к дефициту в городе нет. Говорят, еды и туалетной бумаги хватит на всех. У нас достаточно товара для того, чтобы обеспечить магазины продукцией. И мы увеличиваем запас на случай дальнейшего увеличения спроса. Мы можем товаром, который находится на хранении, обеспечивать магазины города несколько недель. Не стоит переживать и по поводу медицинских масок. Министерство здравоохранения Самарской области обратилось к жителям с официальным заявлением и заверило, российские производители масок уже работают в режиме 24 на 7, производя по полтора миллиона штук в сутки. В ближайшее время ими обеспечат все аптеки. Также в ведомстве напомнили, что медицинская маска нужна уже заболевшим людям, чтобы не заражать других. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События.